Украинская армия преодолевает невиданные препятствия во время своего наступления на юге страны, но успешно вытесняет русские войска с украинской территории. С таким посланием во время дебатов в Комитете по иностранным делам Европейского парламента выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Едва ли когда-то в истории мы видели больше мин на поле боя, чем мы видим в Украине сегодня. Это было очевидно, что это будет экстремально трудно, но украинцы решили провести наступление, потому что они собираются освободить свою землю и они добиваются успеха. Вероятно, не такого, на который мы надеялись, но они постепенно отвоевывают территорию, несколько сот метров в день. В то время, как Украина продвигается, Россия теряет территорию. Как и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недели ранее, Столтенберг призвал не доверять критикам украинского наступления, чьи прогнозы ранее не оправдывались. Когда полномасштабное вторжение произошло в феврале, нам говорили многие эксперты, что Тиев падет в течение дней, а Украина падет в течение недель. Украинцы доказали, что эксперты ошибались, отбросив российских захватчиков, освободив север вокруг Киева, восток вокруг Харькова и большую территорию на юге вокруг Херсона. И потом эти же эксперты, которые говорили нам, что Украина падет в течение недель, жалуются на скорость наступления. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Украина несет на себе всю тяжесть войны, поэтому она вправе сама решать, как защищать свою территорию. Мы не можем сидеть тут в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО или в штаб-квартире Евросоюза и говорить им в деталях, как они должны воевать. Это их задача. Они рискуют своими жизнями, а мы всего лишь поддерживаем их, и мы благодарны им за их мужество. Украинская тема была основной в выступлении Столтенберга. Она же волновала и большинство выступающих депутатов, которые призывали увеличить помощь Украине. Любые сомнения, когда речь идет о военной помощи Украине, только увеличат человеческие потери этой войны. Мы не можем просто обещать помогать Украине так долго, как понадобится. Мы должны знать, что конкретно, что члены Альянса готовы сделать, чтобы поддержать контур наступления. Соседи Украины ощущают наиболее сильную угрозу со стороны России. Поэтому депутаты из этих стран ожидают, что НАТО будет активнее в этом регионе. Особенно, когда Россия препятствует нормальному садоходству в Черном море. Эта зона задевает исключительную экономическую зону Республики Болгария. Это угроза для безопасности не только Болгарии, но и всего региона. Некоторые депутаты считают, что таких действий России достаточно для вмешательства со стороны НАТО. Ведь Москва препятствует экспорту украинского зерна, от чего страдают многие страны и не только в Европе. Многих европейских депутатов возмущает тот факт, что сейчас Россия безнаказанно ведет войну на территории Украины, в то время как у украинской армии ограничена возможность наносить удары в ответ из-за нехватки дальнобойного вооружения, а именно ракет. Пожалуйста, надавите на все сомневающиеся правительства. И в моем немецком случае, пожалуйста, надавите за кулисами на немецкого кастлера лично для поставки ракет «Таурус». Когда украинские ракеты будут направлены на Россию? Йенс Толтенберг рассказал, что сейчас член НАТО Турция проводит большую работу для того, чтобы возобновить зерновую сделку. И это позволит вывести украинское зерно по черноморским маршрутам. Комментируя ситуацию с падением обломков российского дрона на территории Румынии, глава Альянса заявил, что пока ему не предоставили информацию о том, что обстрел со стороны России был преднамеренным, и расследование, которое проводят румынские власти, продолжается. В целом, в Европейском парламенте все чаще звучат призывы изменить подход к поддержке Украины и предоставлять украинской армии все необходимое не только для обороны, но и для победы над агрессором. Мой главный вывод за почти полтора года и по меньшей мере за последние несколько недель, что мы должны перестать думать, что мы делаем достаточно. Когда мы даем Украине, что и необходимо для того, чтобы не проиграть, мы должны дать средства Украине, чтобы выиграть, потому что это единственная опция. Я уверен, что мы должны предоставить Украине также ракеты большой дальности, но по каким-то причинам мы колеблемся до того времени, когда это неизбежно. Виталий Сизов, Руслан Кузьгов из Брюсселя для телеканала Freedom.